не забывайте друзья о конкурсе на этом канале проходит конкурс на разыгрывается телефон все подробности друзья в описании под этим видео там есть ссылочка на видео с розыгрышем а там вы найдете все подробности розыгрыша условия очень просты лайк видео подписка на канал любой комментарий подписка на телеграм-канал и досмотреть видос до конца в общем условия очень очень простые друзья для получения халявного телефончика так что проходите и участвуйте друзья всем привет сегодня обзор техно техно спарк 4 это бюджетник от этой компании и сегодня мы разберем в чем его преимущества и недостатки конечно кто-то скажет что это за дичь но знаете друзья сегодня точно так уже дичь предлагает компания meizu а ценник у него гораздо больше у этой компании цене дешевле и в чем ее основные преимущества давайте мы карасы разберем распаковка в начале здесь зарядка 5 вольт 1 и 2 ампера кому 2020 год нужно уже зарядка минимум 5 вольт 2 ампера а лучше quick charge уже даже со старта то есть ну с бюджетных вариантов чтобы как-то на фоне подняться других конкурентов кабель юсби а и микро юсби друзья здесь ну прям вообще очень плохо 2020 год юсб-тепси нужно уже в комплекте по умолчанию она должна стоять далее чехол неплохого начального уровня такой не стыдный чехол есть две заглушки внизу как бы окей пленка идет в подарок сразу же в комплекте здесь тоже спасибо большое скрепочка есть и наушники хорошего такого начального уровня не ждите от них какие-то суперспособности это обычные такие наушники стандартного уровня но в принципе лучше чем у huawei даже в средничках который ложат а друзья пишите в комментариях нужно ли разыгрывать этот телефон по ходу ставьте лайк этому видео подписывайтесь на этот канал не забывайте есть три колокольчика нажимайте тот который верхний тогда вам точно будут приходить уведомления далее характеристикам здесь экран 652 дюйма это hd плюс разрешение и этой ps матрица отметить преимущество что это большой экран для бюджетника реально очень очень большой даже по размеру он по сути больше чем все умими 9t экран неплохой но на минимальных значениях яркости он будет засвечивать глаза если вы будете смотреть на него в темноте а в остальном экран бюджетного нормального уровня модули связи здесь lte 3 7 20 бенды присутствует это официально глобальная версия то есть с 4g у вас проблем никогда не будет вай фай здесь только на 2 и 4 герца а в старшей версии на которой тоже делал обзор там на 5 герц прием раздачи это как бы круто здесь но бюджетный вариант понятно а старшая версия на полторы тысячи рублей дороже стоит bluetooth gps и nfc нет в этом телефоне к сожалению по операционке здесь android 9 пай сразу же из коробочки и сверху оболочка high os 5.5 я уже говорил про преимущество этой оболочки не стыдно я волочек получилось есть у нее некоторые преимущества но и также обратите внимание это 5.5 то есть бабочка регулярно стабильно обновляется за это как бы окей респект очень неплохо а далее по камерам основная камера на 13 мегапикселей апература f1.85 какого производителя непонятно скорее всего это он не вижу но нигде больше информации не смог я найти здесь три камеры верхняя камера для баки 13 мегапикселей по середине и нижняя камера если честно я вообще не понял для чего она она в принципе никак не реагирует нет никаких дополнительных опций для этой камеры но в общем друзья такое себе фронталочка здесь на 8 мегапикселей апертура f2.0 видео снимает full gd качестве стабилизации нет как на одной так и на другой камере давайте сейчас посмотрим примеры фото и видео на эти камеры делаем первый снимок такой макро режим в принципе для макро режима очень даже достойные снимки получается обратите внимание буки неплохо заливается и в принципе снимок такой не стыдный получается далее тоже фотографии на основную камеру контур свет то есть солнце сверху заливает и соответственно как справиться режим hdr плюс-минус неплохие тоже фотки получается детализации на уровне бюджетного варианта таких как примерно сяоми и meizu полной темноте но полная темнота здесь и джер никоим образом не вытаскивает и фронтальная камера здесь тоже очень такой бюджетный вариант если мы сделаем большой кроп то получается здесь а замыливание идет но тоже как я хочу отметить что конкуренты плюс-минус на таком же уровне снимает снимаем на основную камеру spark в лучшей качестве у камера такая себе скажем среднем очень формата потому что когда это бюджетник особо ничего не ждать не приходится понятно здесь нет стабилизации я хотя чуть-чуть совсем подражу да и вообще здесь нет она полностью отсутствует запись на фронталку дорогие подписчики такая фронталочка тоже очень бюджетная очень среднего такого уровня понятно здесь нет никакой стабилизации вот это вот все потрясывается далее центральный камень здесь helio a22 для россии это очень плохо сложилась традиция если хелия то значит все очень плохо лучше бы snapdragon здесь тем более начальной версии a22 можно было в одну сюда p22 и тогда было бы вообще все очень даже весело видео ускоритель power vr rouge g8 300 версия здесь 232 это принципе бюджетный вариант здесь тоже есть преимущество что 32 гигабайта встроенной памяти обычно за такую цену предлагает 16 и в карточку сюда можно установить на 256 гигабайт в antutu плюс-минус убивает он около 70 тысяч баллов это уровень 400 серии snapdragon of начального уровня не игровой конечно процессорами джек присутствует в этом телефоне сканер отпечатков тоже на задней крышке есть он срабатывает немножечко с подтормаживание потупали ванями тоже сканер отпечатка начального уровня разблокировка по лицу есть срабатывает очень корректно быстро здесь как бы все окей звук такой ниже среднего уровня стандартный такой обычный звук в наушниках и в динамике все одно и то же вот батарея здесь порадовала 4000 миллиампер час правда зарядка 5 вольт и 12 ампера очень маленькая но то что батарея большая она очень неплохо держит на два дня будет хватать этого телефона спокойно конкуренты этого телефона ридми 6 а мэйзу 8 серии я отмечу что ридми будет плюс-минус на таком же уровне мэйзу будет ему во всем проигрывать внешнему виду перейдем если говорить о передней части то здесь основной разговорный динамик также фронтальная камера на левой грани лоток такой супер тройной лоток куда можно установить две наносинки плюс micro sd внизу основной динамик micro sb основной микрофон мини джек тоже внизу и на правой грани кнопки громкости и кнопка включения и уключения на задней панели три камеры плюс вспышка внизу и сканер отпечатков пальцев на задней крышке что касается внешнего вида неплохой очень даже не стыдный солидный внешний вид для этой ценовой категории здесь вот друзья прям все очень-очень даже порадовала сам экран капелька вырез очень красивый задняя крышка градиент переливается но как бы здесь окей цена на распродажу официального дилера можно купить его за 7399 рублей 37 400 в принципе но себе цена за все эти показатели и так перейдем к плюсам и минусам этого телефона первый плюс это цена относительно не завышенная для этого телефона для начального уровня неплохо 2 это батарея на 4000 миллиампер час очень круто отлично третий момент это комплектация мне напомню сюда положили чехол наушники и также пленочку 4 момент это оболочка high os 5.5 пятый момент android 9.5 сразу же с коробочки 9 android из минусов helio a22 очень слабенький я восстановил сюда хотя бы и 22 а второй момент микро юсб для 2020 года это уже не камон юсб тайп си как минимум и зарядка 5 вольт 1 и 2 ампера тоже чем мало хотя бы 5 вольт и 2 ампера это было бы неплохо а если бы quick charge то для начального уровня было бы вообще все очень даже супер common spark 4 начальный телефон неизвестной компании и начинают они в принципе очень даже неплохо они завоевали пол африки переходят на наш рынок телефончик получился плюс-минус не стыдный друзья пишите комментарии с вами был я из карабер всем пока пока